Кировский районный суд Самары продлил арест песца и блогера Эдуарда Шарлотта до 24 марта. Об этом сообщил адвокат Алексей Лапузин. Напомним, в ноябре 23 года против Шарлотта возбудили три уголовных дела. Два из них по статье о реабилитации нацизма, еще одно по статье об оскорблении чувств верующих. Артиста задержали в Санкт-Петербургском аэропорту Пулково, а сразу по окончании административного ареста в 13 суток поездом этапировали в родной город. По решению суда певец должен был пробыть в СИЗО до 24 января. Крылья Совета в Турции продолжают подготовку к возобновлению сезона. Учебно-тренировочный сбор продлится до 26 января. Уже сегодня, 24 января, пройдет первый контрольный матч. Соперником команды станет клуб из Северной Македонии «Гостевар». Начало матча в 18.00 по самарскому времени уточнили в пресс-службе. Заключительный матч состоится 26 января против сербской команды. Начало в 12.30 по самарскому времени. По информации Самарской пригородной пассажирской компании, в связи с производственной необходимостью между Самарой и Тольятти, скоростной поезд «Ласточка» до 19 февраля курсировать не будет. С 1 по 18 февраля ее заменят следующие составы. 71.20, 71.19, Самара, отправление в 14.00, Тольятти, прибытие в 15.54. Поезд номер 71.26, 71.25, Тольятти, отправление в 17.05, Самара, прибытие в 19.05. Поезд номер 71.28, 71.27, Самара, отправление в 20.15, Тольятти, прибытие в 22.07. А со 2 по 19 февраля заменят поезд 71.14, 71.13, Тольятти, отправление в 6.34, Самара, прибытие в 8.28. Стало известно, сколько россиян устраивают прощальные вечеринки по случаю увольнения. Соответствующий опрос провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы. Чаще всего, увольняясь с работы, россияне прощаются с коллективом УСНО, 51% опрошенных. Угощение для сослуживцев в свой последний рабочий день организуют 26%, это чаще, чем в прошлом году. 8% отмечают увольнение в компании коллег в баре или клубе, еще 8% пишут прощальное письмо. 21% не считает необходимым уведомлять коллектив о своем уходе. Врачи рассказали, как избавиться от ощущений усталости по утрам. Во-первых, нужно вставать сразу после того, как прозвенел будильник, а не лежать еще 5 минут. Длительное нахождение в постели, предшествующее засыпанию, приводит к формированию бессонницы, при этом нарушается процесс отхода ко сну. Таким образом, если человек после ночного сна находится в постели, в состоянии полудремы, как правило, углубление стадии сна не происходит. Продолжается поверхностный сон, что в дальнейшем может негативно сказаться на качестве дневного бодрствования и уровня активности. Этим объясняется ощущение усталости по утрам. У каждого десятого заболевшего россиянина выявляют суперинфекцию. В вирусных коктейлях преобладают возбудители ОРВИ и гриппа. Специалисты зафиксировали несколько случаев тройного соединения, такого как грипп, риновирус и аденовирус. Такие сочетания переносятся организмом тяжелее и приводят к более опасным последствиям. Среди них обострение хронических заболеваний, пневмония, нарушение в работе сердечно-сосудистой системы и общее снижение иммунной защиты организма. Субтитры создавал DimaTorzok